Если 20 человек принять на работу, то 5-800 это хватит на 11 месяцев заработной платы с налогами. На 11 месяцев, даже чуть больше. То есть 20 человек в течение года могут работать. Мы эти деньги просто так отдаем, а потом у нас территории необслуживаемые. Третий год мы эту тему обсуждаем уже. То есть могут зайти 44 предпринимателя, которые будут друг на друга уходить. О том и речь. Потом нам косить некому, два человека, обслуживать некому. Территорию убираем мы на субботниках потом. Вот это здание администрация убирает где-то в Бару территорию, за которую коммерсант получает деньги. И все остальные территории. Мы с вами третий год обсуждаем. Извините, вот при таком раскладе я согласовать эту программу не могу. То есть воздух и ныне там. Вот прям вот воздух и все. Больше ничего нет. Еще раз говорю, 20 человек это заработная плата практически на год. Так 20 человек, по примеру Красноярская я говорю, приезжает к скверу автобусик. Вышли 20 человек из этого автобусика. Быстренько сквер убрали и поехали к другому скверу. Это я понимаю тогда, работа. Это работа. Это обслуживание. А так как это делается у нас в прошлый год было, это не обслуживание. В продолжение вопроса, который задал коллега Евгений Петрович, да? Я понимаю, что создание МУПа это вообще серьезная тема. Но вот знаю, как в последнее время работают всякие подрядчики, в том числе не самые добросовестные. Знаю, что даже прокуратура на малый бизнес сейчас мало влияет. Очень сложно их потом в действии добросовестных поставщиков оштрафовать. Вот к этому же вопросу возвращаюсь. А в принципе экономику просчитывали, ну, если все-таки, например, не создавать МУП, а создать отдел МУП уже при действующем УГЛХА, например. Ну, про разговор про эти же деньги, про уборку, про все. То есть, вот насколько это, в принципе, возможно и эффективно. Да, расчеты мы делали и делали. Но дело в том, что помимо людей необходима еще и техника. То есть мы не можем, да, и с Александром Георгиевичем считали, ну, сегодня не с Александром Владимировичем, нет. Просчитывали и расписывали. Мы не можем их вооружить одними лопатами. Ну, необходима техника. На эту технику мы писали и письма, обращения делали, и в Министерство финансов. Ну, в этом году пока в кредите на приобретение мы согласование не получили. Соответственно, создать группу людей просто с лопатами и граблями, я, может быть, грубо это, конечно, говорю, но в любом случае нужна еще какая-то дополнительная техника, ее сейчас достаточно много. Именно вот такой, которая для уборки, то да, это бы работало и очень бы качество. Качество, конечно, бы изменилось. Но без техники, ну, пока решение не принято было.